Ребята, всем привет! Это канал Света вокруг Света, и это первое видео для нового плейлиста Моя Кето Диета. Почему я решила записывать целый плейлист на эту тему? Потому что реально это огромная потребность большинства людей, я не могу сказать всех, но как много людей, которые хотят сбросить вес. Вот сейчас буду говорить прям про себя, но если у вас точно такие же ситуации были в вашей жизни, поставьте лайк. Когда вы, например, садитесь на диету, вы сбрасываете вес, а потом набираете снова. Или когда вы, например, принимаете решение, что все, с понедельника я сажусь на диету, вы доедаете все, что есть у вас в холодильнике. С понедельника вы садитесь на диету, сидите на ней до вечера, и вечером что-то случается, что вы случайно кушаете кусочек тортика. Или если не этим вечером, то следующим или не следующим, то через три дня или через неделю. У кого такое бывает? Вот эти срывы бесконечные. Или, например, что вы сели на диету, но у вас такое напряжение, когда вы сбрасываете вес, что вы не можете это выдерживать, что это так сложно эмоционально и даже физически, что даже сбросив каких-то 5-10 кг, продолжать опять сбрасывать, выдерживать это напряжение, его настолько невозможно, что вы просто перестаете вообще дальше что-либо делать, возвращаетесь обратно в вашу прежнюю жизнь, и тем самым откатываетесь в вашем весе, откатываетесь во всех ваших достижениях и так далее. И я здесь вот просто 100% я перепробовала абсолютно все варианты, на каких диетах мы все с вами вместе только не сидели. И вот эта новая кето-диета для меня новая, потому что некоторые уже пробовали, а я еще не пробовала. И уже сегодня ровно неделя, сегодня 8 день, как я сижу на кето-диете, я вам обязательно покажу мое тело сейчас, и мы обязательно будем смотреть на мой прогресс, который я ожидаю. И в соцсетях я начала выставлять, что я кушаю, я просто обозначила, что я начала свою кето-диету, и мои некоторые друзья начали мне писать, что я тоже на кето-диете сбросила 30 кг, а мой папа на кето-диете сбросил 33 кг, а моя мама на кето-диете за всю жизнь сидела 3 раза, каждый раз вес возвращался после окончания кето-диеты, но не настолько, насколько она сбрасывала изначально. И я понимаю, что кето- это не столько про диету, хотя, когда мы приходим и садимся на эту кето-диету, это как раз про диету, это как раз про стиль жизни, про принципы питания, но это, наверное, и вообще жизненный принцип, потому что всех тренеров, которые ведут на ютуб-канале про кето-диету, я пересмотрела много, и практически все из них говорят, что это не диета, это вообще принцип питания на всю жизнь. Вот неделю я не ем тортики, не ем сладкое, да, иногда я себе позволяю пол яблока, потому что у меня осталось яблоко, и мне жалко его выкидывать. Или, например, что я еще себе сладкого позволила, я доела хурму, у меня оставалась хурма, яблоко съела, я делала себе оладушки, но я делала их из кокосовой муки, и я положила одну ложку обычной муки, чтобы они не расплывались, потому что они рассыпались, я не могла из них ничего сделать. Ну, то есть, таким образом, я как бы все равно ела углеводы на этой неделе, и вот осознать прямо сейчас, что я могу на всю жизнь отказаться от углеводов, вот я точно не готова. Но у меня есть желание, есть цель, и если бы я пробовала опять все те диеты, которые я пробовала до этого, я бы точно не смогла даже 7 дней удержаться, потому что одна мысль, одна мысль о том, что мне придется держаться, держаться на своей силе воли, испытывать вот это невыносимое чувство голода, и ничего не кушать, я бы точно не смогла. Но все кето-тренера обещают, что вам нужен период, когда вы зайдете в этот кетос, когда организм начнет брать энергию не из углеводов, а из жировых тканей, которые есть в нашем организме, и тогда организм перестает чувствовать вот это невыносимое чувство голода. И вот именно вот этот момент, когда мне пообещали, что я не буду чувствовать чувство голода, меня привел к этой кето-диете. Я очень надеюсь, что это именно так и будет. Всю прошлую неделю я кушала по 3 раза в день, у меня в планах кушать 2 раза и перейти на интервальное питание, то есть кето плюс интервальное. Но пока что, пока я вхожу в этот кетос, также говорили, что могут быть побочные явления, как головокружение, тошнота, недомогание, высыпание. Да, я заметила, что у меня были какие-то высыпания на лбу на третий день, и для меня это было даже удивительно. Я так подумала, так, что я ела? Я ела помидоры, но я помидоры все время ела, не может быть высыпания от помидор. Ну, то есть я ела обычные продукты, у меня были высыпания, я прям удивилась. Но это была такая мелкая осыпь, которая за ночь прошла, и у меня не было никаких движений в плане тошноты, плохо себя чувствовала. Я себя отлично чувствую все это время, и я жду, я жду, вот когда мой организм перейдет на это кето-питание, на то, чтобы кушать мои жиры, и чтобы я совсем не чувствовала чувство голода, потому что чувство голода, оно у меня есть. Я вот покушаю, и несмотря на то, что порции достаточно большие, вот такие вот, после того, как я покушаю, 2-3 часа, и я опять хочу кушать. И тренеры говорят, что значит, вам не хватает жира в приеме пищи, скушайте масло, скушайте кусочек сала, что-то жирное. И я как бы добавляю жир, но кушать я все равно хочу. Важный момент, ребят, почему я не буду чувствовать чувство голода? Все дело в инсулине. Когда мы кушаем углеводы, это быстрые углеводы или сложные углеводы, наш инсулин в крови, это гормон, который много-много за что отвечает, он вот так вот действует. Он то поднимается и дает нам чувство насыщения, чувство радости, чувство такое, как бы энергию дает. И когда он опускается, то у нас, ниже нормы, да, когда он опускается, то у нас появляется чувство раздражения, чувство вот этого голода. И, во-первых, у нас нервная система постоянно прыгает туда-сюда, а второе, вот это невыносимое чувство голода, вот я, для меня это очень страшная штука, я не выношу чувство голода. Мне, мне когда хочется кушать, я готова разодрать всех на свете, дайте мне вот пожрать. И даже если мы перетерпим этот момент, ну типа можно перетерпеть, да, там полтора, может быть, два часа, и вот это невыносимое чувство голода, оно проходит. Но что остается в нашей психике? В нашей психике остается, что ты хотел есть, и ты, и вот когда ты вот эти два часа терпел, ты думал про пирожные, тортики, мороженое, какую-то, я не знаю, например, пасту с каким-то сырным соусом, грибами, то есть что-то такое вкусное, жирное, суперэнергетическое. То есть ты в это время мысленно сожрал все, что можно. И вот когда приходит момент, что у тебя появляется еда, а сегодня у нас в холодильниках есть абсолютно все, сегодня у нас нет дефицита в еде, и это правда, то ты начинаешь кушать много, все подряд, и абсолютно не отслеживая, хочешь ли ты кушать на самом деле или не хочешь. И эта история сейчас про меня. И вот это стало самой отправной точкой, что в кето-диете вот эта инсулиновая резистентность, она называется, вот эти вот качки, они приходят не просто в норму, они как будто бы, как будто это я сейчас утрирую, как будто бы отключаются вообще. То есть организм переходит абсолютно на другую энергетическое топливо, и когда мы не поглощаем на кето-диете углеводы, организм не реагирует вот на вот это все, а он работает на наших жирах. И вот это обещание, что я не буду чувствовать вот это чувство голода, мне так хочется его понять, принять и почувствовать, что я действительно очень хочу, чтобы именно так и было. По поводу, что произошло за эту неделю, я не делала замеры, у меня нет здесь весов, но последний вес мой был, я не скажу какой, но очень приличный. Я скажу, что по объемам, мне кажется, что я вообще никак нигде не убыла, единственное, что у меня сошли отеки, я вот прям вижу, что моя рука стала более такая, ну скажем так, более тонкая, не то чтобы прям совсем худая, но стала более, как-то я лучше чувствую. И точно так же скажу, что я продолжаю делать мои 10 тысяч шагов, и я настолько кайфую от этого, и я заметила, что я даже делаю 11, иногда 12 тысяч шагов в день, и я не устаю, я вообще не устаю. Я сходила на работу, после работы, если я вижу, что мне недостаточно шагов, я доделала все свои шаги, я прихожу домой, и я такая думаю, так, что бы еще поделать, я не устаю. Это очень крутое чувство, да, конечно, это не каждый день, иногда я и устаю, но в целом я чувствую себя очень комфортно, и я очень надеюсь, что именно так и будет продолжаться. В следующих видео, ребят, я расскажу, что такое зона привычки, потому что любая диета, это ограничение в любом случае, хотите вы этого или нет. И я расскажу, как работает наша зона комфорта, зона привычки, да, как ее сместить, я расскажу, что такое сила воли, как работать с силой воли, вообще стоит ли опираться на силу. Я планирую сидеть на кето-диете, быть на кето-диете 8 месяцев, поэтому это игра в долгую, это не 2, не 3 недели, так что я думаю, что у меня будут результаты, на которые вы можете посмотреть. Все, всем хорошего настроения, а следующее видео уже будет про мои путешествия. Пока-пока!